МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Здравствуйте! Синяя, как вы думаете, почему вы победили? Потому что мы самые лучшие. Потому что у нас был классный... Торгаж! Торгаж! Ну что ж, если вы так счастливы, Синяя, поднимайтесь на балкон. Спасибо! Спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Червоні, напишите имя людини, которую вы считаете в вашем прогрессе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начнем с капитана. Голосую я против Ярослава, потому что я предлагал ему свое мнение. Ну, я ему не дал, хочу что-то предложить сказать, а он меня всегда перебивал, даже не хотел меня выслушать. Голосование получилось таке, короче, одностороннее. Все реально поняли, что я сильный игрок, и меня хотели просто тупо злить. Виктор Викторович за меня проголосовал, за меня диканька проголосовала. Я голосую за Петинку. Какая *** печенька? Я и в очи не бачил ту печеньку. Голосуешь ты за печеньку. Ярик, я свой голос дарю тебе. Половина времени из того, что мы были на кухне, ты давно я письмо и спросил, что мне делать? Сам, Вел, когда я голосую за тебя, ты, кай, можешь больше. Конечно, я могу больше, но, блин, ну не с тобой уж в самом-то деле. Красная команда была командой профессионалов. Но что-то в этой команде профессионалов было не так. Анка Мажник, ты себе бачила, как ты вообще робила? Я не профессионал. Да ну тебе все хвастаются. Виктор Викторович, когда програю команду, ну в этом тоже вина какого-то капитана. Так ты даже меня не слушал, мое мнение сюда перебивал. Ярослав, выйдите к нам. Вы согласны с решением вашей команды? Да. Целиком и полностью. Вообще не справедливо так, что просто капец. Так просто тупо злыли сильного игрока. Снимайте, Ярослав, партук. Я и вы сидите, говорю, 8 девок, один я, куда девки, туда я. Так и отправили Ярику. К нам. Семь девчат и один мальчик. В принципе, я думаю, что Ярик себя чувствовал, знаете, она чувствовала себя принцем между семи красивых девчат. Я стою, короче, дивлюсь на них, ну на этих девчат. Подивиться каждый на себя, подивиться и подивиться на меня. Ну и ребята, реально, бойтесь меня. Реально, хватит уже, бойтесь. Я так надеялась, что кто-то уедет домой, и просто эта мысль меня сегодня так бодрила целый день. Поэтому настроение было великолепное. Я уже представляла, мажник или дыканьку с чемоданом. Я стою где-то, летаю в облаках, не замечаю, что Эктор стоит в черном кителе. Ой, тут немножко было, конечно, жим-жим. О, нет, Эктор! И повторять за Эктором будем. Вот это да. Эктор сидит в черном кителе. Честно, я не понял, а что именно в черном, а что именно в кителе? Сегодня Эктор будет готовить, а они повторять. Все правильно, сегодня ваш черный день. Вже вкотре в черных фартухах опинилося 8 конкурсантов. Нам здається, що ви взагалі не працюєте над базовыми кулінарними знаннями. Сьогодні ми вирішили вбити двох зайців одним пострілом. Надати вам якобога більше кулінарних навичок. Але, поверьте, легко вони вам не дадуться. Адже отримаєте ви їх на моєму мастер-класі. І, поверьте, так складно вам ще не було ніколи. Конечно, все во мне внутрь трусилось. Почему? Потому что это мастер. Это шеф-повар. Какого класса? И что такое мы стоим тут? Настав час продемонструвати усі ваші можливості на цій кухні. Блин! Это мы сейчас будем вот таком вот ритме жарить, парить, варить, подбрасывать, жонглировать. Я поняла, что вот этот момент, вот здесь и сейчас этот шанс доказать, что ты здесь не просто так. Ну что ж, мы желаем вам удачи. Спасибо. Удачи вам! С декількох причин, это будет экстремальный мастер-класс в вашем жизни. С декількох причин, из-за вашей жизни. По-перше, вы готовите параллельно с мной. По-друге, ваша кухня будет разбита на цехи, как у профессиональных ресторанах. Холодный цех для подготовки продуктів, горячий цех для их термичної обработки, ряд поверхонь с мийками и цех высоких технологий с нашою кухонной техникою. Если нужно что-то порезать, вы делаете это в холодном цеху, посмажете в горячем. Збить соус в кухонной машине вам нужен технологический ряд. Окремый ряд столов будет занят вашими продуктами, так что комора нам не знадобится. Ну, а тепер поговорим про страву. 38 ингредиентов, которые входят в нее, мы распределим на 25 процессов. Назва цієї страви «Качка в стиле Браво». На ее приготовление у вас будет одна година. Один час. О, что? О, Боже. И все понимают, в каком темпе сейчас будет работа. Передусім, увімкніть ваши духовки на 180 градусів. Спочатку мы с вами приготовим качені сердца с бульонной заправкой. Для этого налейте в сотейный курячий бульон и белый вино. Нам нужен сотейник, нам нужна кастрюля, нам нужно нарезать, нам нужно... И здесь... И здесь просто, ну, ну, жесть. И здесь просто начался жесть. Это моё. Это моё стоит. Вот эти три моих. Теперь возьмите качені сердца. Мы их замаринуемо. Посолить и поперчить их. Подивите, как у меня стрибают эти сердца. Я делаю это для того, чтобы они промаринировались как след. О, поки... Залишилось додати сиклайму. А кто мне вино забрал? Поворачивая голову, мой сотейник уже кто-то уводит. Но я скандалить не хотела. У чужих возьми. Нормально, а кто-то вино забрал. Так, Тань, не воруйте у меня. Вот эти трое моих. Это моя. Так я ж принесла, включила, только что. Таня! Мы договорились с Татьяной мои две, Татьяны не две. Чтобы никаких скандалов не было. Таня, ну я поставила тут. Тут же рядышком еще был Ярослав, то есть у него полностью свободная плита была. Я к Ярику и так, и так. Но смотрю, он везде все расставил, справился. Тут у девчат какие-то такие кипиш, короче, ну просто пипец. Я понимаю, что мне надо сосредоточиться на всех их, вот так забыть. Цей. Ну просто забыть на всех девчат и просто рабыть свою работу. Твою мать! Там у тебя масло какое-то горит, а ты не успеваешь, потому что то там что-то украли, то ту ложку замутили. Твою дивизию. Вино и бульон в один сотейник? Да, да, в один. Начинаешь переспрашивать, еще больше отстаешь, у тебя получается запара, и тут если вовремя не скоординироваться, можно вообще потерять всю ситуацию и запороть полностью нафиг блюдо. И стоишь еще, палишь на три поверхности, чтобы у тебя ничего не замутили. Возьмите кинзу, добавьте ее до вашей бульонной заправки и снимите с вогнем. Куда его кидать? В бульон! Я ничего не чувствую. Так, кто один, ему никто не мешает. А нас, извиняюсь, 8 человек и 8, знаете, неспокойных людей. Все, знаете, со своими тараканами. Оксана, слушай то, что я буду говорить. Слушаю, что Эктор будет говорить? Я думала так, возьму себе руки, покажу, что я воспитана, буду ни до кого чепляться, не буду, буду мовтики и работать свое дело. И сними с огня, Оксана, с огня сними бульон. О, позгорал уже у девочек, смотри. Поставила ей этот бульон варить и получилось так, что я забыла про свои деньги. Он у меня сгорел. Там уже просто такая гарь была, то есть у меня все сгорело. Весь не выливай! Подлей воды, нормально, чтобы он кипел. Я думала, что я уже не успею переделать, потому что Эктор делал все очень быстро. Криноц. Поставьте кипіти приблизно 100 миллилитров воды. До ней додайте три чверті вашего винного оцту и сукор. Я ела сукор. Анка, отойди от викинг поверхности. Отойди оттуда. Это моя поверхность. Когда у тебя 100 процессов, тебе испугаться некогда. Ты просто наблюдаешь за Эктором и повторяешь все те же самые процессы, что и он. Ну серьезно, у меня не было запара сегодня. Эктором Эктором должен кипиться пока не перетвориться на сироп. Он вам нужен для маринувания лохины, которую спочатку маете помыть. Возьмите еще один сотейник и поставьте кипите еще одну порцию в ней. В ней мы варим буряк. Его мы спочатку помыем и почистим. Почищенный и порезанный буряк покладить в окроп и накрыть крышкой. Быстрее, Оксана, раз, два, помыла и назад. Крайняя раковина. Все бегали, тканька летала как бы, не знаю, как невменяемая. Оксана, ты чуть не оборила, не меня. Она носилась, Оксана, чего? Ничего носиться. Я не знаю, откуда в людях просыпается вот эта вот паника. Я спокойно пошла в эту девайс, но эти ринулись. И тут просто ловлю ни*** себе приход. Что это? Бежит Мансырова просто кобыла, кобыла с разгона такого. Как треснет меня. Вона выходила, я в нее, знаете, как лепешка, лапнула в нее. Я поняла, что она скривилась. Я поняла, что ей не сподобалось. Я так говорю, ой, и не хотела, и побегла. Вибудь. Той, Викуля, извини, 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 Викуля, извини. не поможешь человеку, мне очень больно. Виктория, что сталося? С вами все доброе? Нет, не хорошо. Что сталося, Вико? Ничего. Я боль не переношу. Мне хочется нахрен просто отомстить в ответ. И вот эту вот энергию злую, которая во мне набирается выпустить. А я же не могу ее выпустить, потому что это действительно был несчастный случай, что ли, как его еще обозвать сегодня. Ничего, эти дикари треснули у меня в ребро просто кастрюлю. У меня болит ребро, я не могу ходить. Я не зря их имбецилами всех и оленями называю. Не смотрят вокруг. Мне, конечно, стало неприятно, но я понимала, что я виновата в этой ситуации. И кто вас удар? Оксана! Я случайно, честно, я забегала и просто пихнула. Ну, об ней ударилась. Меня Оксана, типа, ударила. Знаете, с таким ненавистью, с такой, знаете, истерикой, сказала, что Оксана, я думаю, нифига себе, ну, я сказала, что я не хотела. Вика, давай разыгрывать спектакль. Какое ребро, ребята, я понимаю, если бы переломали открытый перелом. Ножом пырнули. Тазиком ударили. Все, скорая, Мансира, мати дура, а я умираю. Я не хотела. Ну, что сделаете, помещаю? Воно в мене... Думай о блюде. О блюде думай. Мне так жалко стало, что я в тот момент перестала думать за блюдо, я начала думать за то, что я ей сделала больно. Все в норме? Ви можете продолжить готовить. Упевнені? Да. Я со слезами иду с этими сотейниками, мне уже ничего не хочется делать. Я очень расстроилась. Кушнир говорит, ой, что мне делать? Куда положили? Что положили? Я не знаю. Этот цирк уже заколебал, серьезно. Ваш буряк уже мав свариться. Для подробнения невеликой кількости этого буряка и смешивания с молоком мы используем вот такой чудовый насадкой. Вот видите, очень быстро и качественно. В результате мы отримали хорошее одноридное пюре. Вика, давай, потому что эти воши бегают так быстро. Слышишь, Ксюха, я становлюсь коммунцировала и говорю, давай с тобой вместе будем делать. Она говорит, давай. Твои ведьмы, дай твой буряк. Мой не надо брать, мой не надо брать, слышишь? Давай я тебе тоже типа сделаю. И она такая, хорошо, бежишь, скажи, давай буряк сви. И она такая, давайте мне свой буряк достичь. Мой плохой, он там суксуса. Возьми свой лучше. Думаю, ну хрен знает. Положила свои еще два куска, думаю, ну вдруг что, поделюсь, что делать. Я ей сделала больно, я чувствовала себя виноватою перед нею. Оксана, давай в комбайн ставь, вектор сбиває, что ты носишься? Та я в нити еще делаю, потому что у нее нет. Той буряк, который у вас остался, покладите на пательню и залейте водой, в которой он варился. Додайте 2 столовые ложки бальзамичного остыка и 1 ложку вершкового масла. Половина столовой ложки сахар. У меня сегодня адресик наглая сенья какая-то сперла мой буряк, с которым я сегодня нянчилась полдня. Рядом кастрюля Анны Машник, а я думала, а у нее там вода. Я фигачиваю, это уксус, я в свой буряк добавила уксус. Я стырила у побушенной буряк со сковородкой. Кто у меня украл кусок буряка? Кто украл мой буряк? Я думаю, ну, а что делаешь? Нет моего буряка. Отвечаю, я такая злая у нас. Смотрю, что это буряк. Я забрала, что я мало, вдруг это мой подвинули. Сначала мы демо цей сумеши прокипіти, чтобы буряк карамелизировался. Но дойти до готовности он имеет в духовке. Где мой буряк стоял? Бабушка! Вот он стоял в буряк. Что происходит? Вы готовите или сваритесь? Если вы негайно же не прекратите з'ясовывайте стосунки, вы ничего не встигнете. Я успевала, но единственное, что сбило вот это вот воровство. Прошла эта проблема. У меня забрали мой, я забрала ваш. Так а что ты буряк вообще чужой? Не буряк! На ты, титан. Просила, кто взял буряк. Ну, я не знаю, он там стоял, я его забрала. И все, Баб Таня увидела свет в конце тунеля. Повар скандала на сегодня. Ну, и эта дура завелась. Я не пробовала, чтобы мне Оксана дала и приготовила. Почему я должна отвечать, как говорится, вроде бы свое блюдо и не свое? Отвечаю за бабку, так переживала. Сейчас бы инсульт получила, этот буряк бы мне смертным грехом бы обернулся. Боже мой, бедная женщина. Это какие-то отрывы, я не знаю, что это такое. Татьяна сегодня называется циган, завелась, просто постоянно в ней крадут. Я понимаю, что это крадет Диана Англина, потому что называют, знаете, цыганы. Одна отвлекает, долгая крадут, честно, все не так и было. Я говорю, нас подставляет кто-то. Кто бабошина и этого? Поверхность, за которой она работала, самая крайняя была, где продукты лежали. И там, ну, я подбежала, как-то взяла там какую-то зелень, то есть кусочек. У меня стол был крайний. Так ей бежать на ту сторону, она вот тут вот все продукты у меня забирала, потому что очень далеко, видите ли, молодой девчонке, воровки идти туда. Так легче здесь у меня взять. Надо следить, они воруют. Они воруют. Она начинает рад, что вы у меня воруете. Там Диана у нее свеклу взяла, потому что не хватило ей. Это тоже в истерику. Она ворует, она воровка, цыганка. У меня, говорит, забрали мой, я забрала вас. очистить от зайвого жира. Мы будем их смажить на оливковой олії. Это мало... Тише, ну не кричи, они слышат, они сами себя. Рот закрой. Ты, ебать. Ты, ебать. Ты, ебать. Ты, ебать. Я тебе сказал, мышь, ебать. Никита, угомонись, понял? Я тебя увидел на улицу, я тебя задушу. Я, ебать. Понял? Ты сильно умничаешь. Ты, ебать. Ты берешь на себя. Я тебе, ебать. Ага, я тебе тоже сказал. Балкон, закройте рот, не у вас мастер-класс. И не забудьте про заправку с бульону, вина и кинзи. Отправляемо ее до сердца. Тань, дай, пожалуйста, я беру это. Читаня, Вика, ось да свободна комфортка. Вита, вот две твои комфорты, две мои. Да. Я ушла, прихожу, она уже в мою кастрюлю тянет. Вита, вот твое, вот мое. Татьяна начинает на меня орать, только из-за того, что я увидела свободную комфорту и поставила свой буряк довариться, потому что реально, смотрю, он сырой. Нам знову знадобиться ось такий сотейник. Наповнять его на три чверти соняшниковой олією. У вас есть дикий чорный рис. За допомогою сита подсмажьте его в фритюре. Десять секунд визначить. Підсмаженный рис залишится только посолен. И все. А куда ты положила? Тут у меня кипит вообще-то сахар и все такое прочее. Не, ну что это такое, Вита? Украли сироп? У меня буряк с сыром, я сюда поставила масло доготовить. Вита, мои проблемы. А где моя вот отсюда кастрюля? Вита, что мне делать? У меня нет заправки. Так а где твоя заправка? Вот тут стояла, ты в нее х** моя. Таня, я же не забирала у тебя. Что ты лезешь не на свою? А кто-то нас не забрал. Я шо, я у тебя шо, забирала этот сироп? У меня свой кипит. Берет меня Таня, 62 года, воспитанная женщина и на меня. Слышишь ты и тра-та-та, и что ты это мне поставил? Не х**, все это мое. Что, Едина? Что ты мне посылаешь? Правильно я сказала, не х**, нечего лазить, я работаю. Чего ты лезешь ко мне? Я твое беру, нет. Таня схватилась за мой сотейник с соусом и начала сама воровать у меня, прятать этот соус. А где мое, Таня? Я не знаю. А кто отсюда забрал, Таня? Если я уверена в себе, я не украду ни у кого, я в себе уверена. А что ты у меня забираешь? А кто у меня забрал? Таня, да ты сейчас кричала, что я с**, последняя. Как ты у меня воруешь? Ну вообще, ни стыда, ни совести. 62 года. Я чужое в жизни не вору. А я брала твое, Таня? Таня абсолютно преувеличивает воровство на кухне сегодняшней. Раздуло прям такую из-за этого трагедию. Ничего такого ужасного, мне кажется, не произошло. Но Таня, Таня. Евгеньевна, ты шо, кому-то нагадила? Вита ругается с Евгеньевной, там просто дымит. Все? Господи, чого вы ругаетесь? Непонятно, вроде ингредиенты есть, не так уже там все раз хватали. Буряка всем хватило. Чого вы ругаетесь? Непонятно. Некрасиво так тоже. Я тебя увидела, что ты на моей кушке. Я просто там буду не орать. Так ты не орать. А ты не орать. А ты не такая. Віто, что сталося? Тетяна, и вы решили влаштувати мені тут дитячий садочок? Да это кошмар, это неуважение, Эктор! У меня вообще не подогрелось оно еще. Первый раз я засунула в недостаточно горячее масло, у меня рис не надулся, не получился. Блин! Второй раз уже масло подкипело хорошо, но я слишком рано достала, и у меня половина риса приготовилась, а половина риса была не готова. О, начинает кипеть. Я три раза, у меня с третьей попытки он получился. Ваш сироп с бальзамичным соусом и цукром уже меет быть готов. Додайте его до лохины. Теперь берем вот такую тацию и стелем на ней пергамент. Сверху покладите три-чотири смужки бекону и отправьте их пектися в духовку. Он понадобится позже. Вика, у тебя мало сала, забери у Ярина. Отстаньте от меня! Все люди расхватали этот бекон. Мне не досталось бекона. Пупусик вот такой вот маленький лежал, и все, мне не досталось бекона. У кого больше полосок, Алена? У кого по три полоски? Хоть замість того, чтобы тупо взять, піти, пошуркать, может, там десь є бекон, вона начинает истерику включать. Я понимаю, що я ее там случайно вдарила. Ну, извиняюсь, це было занадто. Кого по три полоски? Дайте мені бекон, хто мій бекон взял. Мені це не сподобалось, тому що та людина, яка хоче, вона постійно найде. Включай истерику, обреженого, дайте мені хто-небудь. Тут я смотрю, я говорю, диканька, смотри, у нього туба два куска, яке мило по чотири бекона. Це два куска у тебе, два куска у тебе. що? Ана така, не роби цього, мене щас вбьют. І кладет його і запекає в духовку. Ребят, порозъединяйте я була ось цим восьмим чоловеком, який мав просити, щоб з ним поділились. Візьміть зубчик чеснику і потрібніть його. Те саме зробіть з беконом, який ми підсмежили в духовці. Почистіть шпинат. Усе це відправте на пательню, де ми смажили качині серця. П'яти хвилин на плиті цій трійці визначень. Для наступного етапу нам знову знадобиться окроп, шверт корення селери, почистіть його. І пенгель. У мене двой забрали, я беру чужого. Уже пенгель збері. Ну, що це таке? У кого лишній фі... Ой, Боже, легче ж туди біжати. Всі друг друга беруть, у мене не пасить. Ні, так легче ж ситого встала взяти, ніж з другого. Мене теж забирають, я бігаю, як дура. Нарізаємо селеру тонненькими слайсами. Те саме робимо з фенгелем. Не переплутайте, селері потрібно трошки більше часу. Дайте чистилку, чистилка, чистилка й довго буде. Ножом. Спочатку покладіть варити селеру, через дві хвилини додайте фенгель. Наприкінці додайте сіль у киплячий суміш. Вода закипає, вона ще не закипає. Ніх не кипит. Тань, мене таки дайте. Ага, таки не. Тей, наде сільдері хвилина. Чуть-чуть ошибочка. Фенгель і... не помню, що-то ще було. Я їх, короче, сначала треба було закинуть одну жариться, а потім другу. Я їх в обратному порядку. Одну испортила. Доставай, быстро! Твою дивизію! Це ужас. Про втитиваю, що мені говорить Ектор. А де вообще моя вода? А що ми соль, перец добавляли воду? Як можна бути настільки неуважною? Я ось мишка в норці бігала з цією місію. Мені треба туди, туди, туди взяти це, це, це принесли туди, пожарити, поділити. Тому відвігатися взагалі не було часу. З таким ставленням до роботи у вас просто мізерні шанси щось приготувати. А зараз вам знадобиться лід. Дістаньте відварені слайси селери і фенхеля та покладіть їх охолоджуватись. Полийте їх лимонним соком і додайте столову ложку цукру, а також сіль. Ай, кіп, 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 сьогодні взагалі був не мій день. У мене нічого не вийшло. Мені казалось, що я зараз належаю і поїду додому. Тобто, не смішно було, що я, в принципі, слила свою команду, щоб одягнути в черніх артах і сама пішла додому. Просуваємось до наступного етапу. Для нього нам знадобиться пательня з розпеченою оливковою олією. на ній ми обсмажимо фуа-гра нарізану середніми слайсами. Масла нету, масла нету, все. Женя, слеги за Таней, пожалуйста, а то мені щас наділають тут. Я дуже сильно, конечно, переживала, тому, що за Ектером успість, це рівносильно, що в плаванні успість допліть за чемпіоном. Ну, с вами понимаєте, я і Ектер, ну, 10-й таші нульової. Нам залишилося зробити останній компонент. Це вершковий соус з хрону. Він надзвичайно простий. Потрібно лише збити вершки з ложкою хрону. зробити. А сколько сливок? Вика, кстати, сегодня меня вообще удивила. Она так истерила, так тупила. Я не могла понять, почему. Потому что Вика обычно собранная такая, чётко знает. А тут она в панике, в истерике бегает. Я на глазу. А сколько хрена? Это молоко, Вика. Это молоко, Вика, это не сливки. Нам надо было взбить сливки. Она взяла молоко, налила в комбайн. Я говорю, ты что гонишь, это у тебя молоко. Дайте сливок! Я отставалась сегодня. Отставала. Отставала я сегодня. Дайте сливок, сливки есть? Да. А хрена там уже был? Нет. Всё, 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 всё. Переверим вашу готовность. Фуагра готов? Да. Лохина с сиропом? Да. Смаженый рис? Да. Качиньи сердца с бульонной заправкой? Да. Вершки с хроном? Да. Бурьяк? Окей. Шпинат с беконом? Да. Да. И фенхель с селерою? Да? Да. Значит, мы готовы до презентации. Спочатку я, а вам залишится лише повторить. О, когда я смотрела, как Эктор делает презентацию, было такое ощущение, как будто это художник пишет картину. Он аккуратненько, он всё как кисть выкладывал. Взял там кусочки этого сельдерея, скрутил вот этой трубочкой. Взял разрезанные пополам эти сердечки. Всё так вот выложил между этими трубочками. Кусочек фенхеля. А в серединке у нас царевал кусочек фуагры. Ух ты. Это фуагра? Что это такое? Шпинат. Шпинат вообще. Хрена. Тоді цей соус якийсь з хрином з білим, непонятный шпинат. Потом он выложил рис, дикий рис. Ягоды оці, яки, импортные, голубика. Ух ты. Перед вами подтверждение моей любви до кулінарии. Браво. Браво вообще такая красота. Вот его фамилия, она соответствует тому делу, которым он занимается серьёзно. Теперь у вас есть три хвилины, чтобы повторить мою презентацию. Время пошло. Евгеньевна, давай сосредоточься. Буряковой цей, жижей, малюю такий, таку кляксу малюю красивую. Первый раз у меня такая вышла. Одна чи дві? Одна сбоку. Не спеши, не спеши. Так, лёп и готово. Оксана, а что тебе там за дресня? Должна была положить, вот так раз, размазать, хорошо, ярко. Вот, получилось. Вот всю свеклу. Ну, сейчас просто сельдерей, да, кусок? Угу. И когда я начала это всё выкладывать, я поняла, что я не помню, как я это делал. Что вроде две минуты назад смотрела, а сейчас так оно не получается. И всё не то, всё не так. А можно две фуа-гры ложить или одну? Одну пополам перережу. Вот этот корень редьки у меня не сворачивался, как у Эктора. Дальше сердечки, когда он резал пополам, вот они были у меня такие же, немножко красненькие внутри. То есть по прожарке были чётко сделаны. Чёрт фуа-гру забыла, а? Фуа-гру забыла. Угу, а что сверху было на сердце? И ты понимаешь, что ты немного забыл уже, кто где лежит, и уже вместо сердец ты ложишь фуа-гру. Этот соус вообще у тебя непонятно где. Про ягоды ты забываешь. Короче, это жизнь была с этой презентацией. Вита, у тебя немного буряка? Не-не-не, я хочу по-своему, Женечка, понимаешь? Я ж тут пришла ещё что-то своего показать немножко. Дивлюсь на цих, на ребят, короче, кто-то выкладывает, что-то босс нашёл. Такие, какие сложат, ну реально не те, что Ектор показывал. Ангелина Ивановна, ***, у деканки нормально, у Ярика вообще шикарно. Осталась одна минута. Окей. Как это так? Давай, Оксана, включи мозги, не дивись по сторонам. Бумажник у Ангелины самая некрасивая. Несерьёзно, Ангелина. Холубику кинула, чи не? Кинула. Молодец. Дай мне салфеточку. Тётя, дай мне салфетку. На. Что вы мне даёте? Ну а что я тебе там? Блин, странная женщина. Странная ты. Давай, ты быстрей, быстрей. Три. Два. Один. Стоп. Время вышло. Пожалуйста, отойдите от ваших рабочих столов. Люди там себе сделали, 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 сделали. Но когда я увидела свою... Боже мой, как я смеялась. Я посмотрела на презентации других участников. Даже у бабы Тани соус это лучше, чем у меня был. Я расстроилась. Когда у тебя лего, вот все пазлы сходятся, это настолько красиво. Понимаешь, что это ты сам сейчас приготовил под руководством такого гениального шеф-повара. Шановные коллеги, сподіваюся, конкурсанти пишаются своими стравами так само, как и я. Пропоную распочати дегустацию. Будь ласка, подойдите со своими стравами. Не смотрю, у Тани, честно говоря, на тарелке такой квашняк какая-то размазаная, соус это лишь бы как. Как вот, не знаю, у меня более такая богатая презентация, более такая солидная. Думаю, та нет, Тань, до свидания. Тетяно, у вас є проблема з диким рисом. Він мав розкритися повністю, але я бачу занадто багато недоготований зерняток. Віто, ваш рис розкрився, але він недостатньо хрусткий. На обох тарелках я бачу правильний колір качиних сердець, рожевий, як мені хотілося. Ваша фуагра, Тетяно, має правильну золотисто-скоринку, але трішки засуха. Віто, а от у приготованої вами печінки необхідного кольору немає. Але смак вона має ніжніший. Мені подобається ваша подача бурякового і вершкового соусів. Хоча над однорідністю їхньої консистенції варто було попрацювати трохи більше. Приблизно однакова кількість плюсів і мінусів у ваших стравах не дозволяє нам прийняти кінцеве рішення. Повертайтеся за поверні. В кінці вже розбомбять, підчистую. Ну, якщо повернути з блюдом на місце, які відчуття? Гуляй, мій лав, гудбай, мій лав, гудбай. Так, прошу вас, Диана і Ангелина, підходіть к нам со своїми блюдами. Диана, ваше блюдо. Чувствую, що у шпината такий хороший насыщений вкус, і мені б хотіло, щоб він був більш нежним. Звікла приготовлена отлично. Фуагра суховато. Рис приготовлено хорошо. Соуса мало на тарелці, хотілося б, щоб його було чуть більше. І консистенція у нього така вот рыхлая. С соусом така ж проблема, як у Дианы. Він неоднородний, він такий слишком рыхлый. Рису чуть-чуть не хватило времени. Шпинат хороший. Мені нається його вкус. І серце приготовлено отлично. Ось тут можна було ожидати всього, чого угодно. Могли домахаться до чого угодно, потому що именно так конкретно запорозжувавого блюда человека не було. Дівшки, я попрошу вас забрать свої блюда і вернуться на місто. Вика, Ярик, ідіть к нам. Дівшки, ярик, 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 ярик. Дівшки, ярик, 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 ярик. Замечательно. Просто народ ржав стояв, он просто не мог. Это вот именно ржаво. Рис. Воздушный, но слишком много масла. Так, стекла. Чувствуется кислинка. Сердце нежное. Розовий цвет. Характерная золотистая корочка присутствует. Соус неудачно приготовлен. Можно было бы его сделать нежнее через ситечко. Ярик, шпинат хорошо. Свекла и рис тоже. Сковороду не разогрели. Она была холодная. Для фуа-гра это очень важно. Суус отличный. Сердечко. Такое, как нужно. Я ждала, что, может быть, нас единственных первых. Сейчас поднимут на балкон с Яриком. Очень хотелось. Но мы сейчас поднимем. Сейчас поднимут. Собирайте пока ваше блюдо и возвращайтесь. Мы чекаем на Оксану и Аню. Самые остальные, самые красивые. Сейчас нас поднимут на балкон. Сейчас приходят. Я выложилась на 200% на этом мастер-классе. Я безумно переживала, но была немного уверена, что меня поднимут на балкон. Аню, мне понравится консистенция вашего бурякового соуса. Оксано, не могу те же сказать про ваш соус. До того же, он занято солодкий. Аня, мне понравится, как вы приготовили свой дикий рис. Аню, с своим рисом вы также поралися гидно. Мне понравится, как вы обмажили качані сердца. Но печенка вам не удалась. Вы ее пересмажили. Ваша фуагра правильно порезана и засмажена. Но ей не хватает смаку. Вона не до соли. Буряку Оксаны не хватает кислоты. Но у Ани с этим продуктом проблем не выникло. Я прошу вас всех, подойдите к нам. Я понимаю, что 8 человек стоят за поверхностью со своими блюдами. Как баран на новые ворота смотрят. Капец. У меня уже глаза на мокром месте. Сьогодні був один з найважчих майстер-классів в моем житті. Мені доводилось куди більше уваги приділяти вашим конфліктам і крадіжкам, аніж власному рецепту. В якийсь момент я хотів просто зупинити конкурс. Ви просто не вмієте працювати поруч з іншими людьми. Знімайте ваші фартухи. Я уже стою, вообще ничего не понимаю. Уже пошел нервний смех. Я говорю, слушай, я как Самвел, сейчас начну на нервной почве смеяться. Что было именно самое стрёмное, что не было именно конкретно фиговых комментариев. Не было конкретно хороших и не было конкретно плохих. Зрозумійте раз и назавжди. Така поведінка на кухні неприпустима. Люди, які не можуть знайти спільної мови за робочою поверхнею, навряд чи стануть хорошими кухарями. Вони зможуть добре готувати, як ви зробили сьогодні. Але стати професіоналами ніколи. Так-так, вам не почулося. На дивовижу, ваші страви сьогодні вийшли смачними. І вони вийшли абсолютно у всіх. А це означає, що додому сьогодні не піде ніхто. Вітає вас! Ага! То, естественно, я со своєм поломаным ребром. Давайте, мой фартук, Татьяна, знаєш. Навіть коли вони вже фартукі роздавали, я не розуміла, що твориться. Да як? Такого в апріорі не може бути. Я роздаваюся. Я, спасибо. Це взагалі шок був. Взагалі шок. Не, ну воно приємний шок. Взагалі даже. Порадовалась деда за себе, за Діану. Расправилась, звісно, що нікого не вигнали. Але не забувайте, якщо ви дійсно хочете присвятити себе кухні про амбіції і сварки, треба забути назавжди. Саме прискорбний момент за сьогодні. Я така расстроена, я навіть ніколи не була. Я сьогодні искренне. Ми слили команду. Ми сьогодні боролися, именно боролися. Ми сьогодні робили все. І, блин, ніхто не поїхав додому. Твою дивизію? У мене, наприклад, після цього конкурса осталось нехорошо на душе. Із-за цього воровства. Бабошина і ця Ангелина – це ніде-то нелюди. Вони не розуміють слов. Я вже заказала билеты для Ани з Оксаной. І прийшлося їх здавати. Деньги не все вернули, я расстроена. Дивіться в наступній програмі. Часка, да? Добро пожаловать, Влад. Чорний жах. Це чорний фарбок. Хуже шоколадна часка, я не знаю, що б це могло було бить. Главно, щоб не воровали. Витя, сюди, я бачила, ти там, Витя. Ворують ціганю, я одолжив. Не боїся ти, що Витя, це моя, твоя. Так я думав, що надалі не треба. Як ви достали ці чошки, с***, а? Як же його достати? Як же його достати? Помоється. Два метри до плити. Двісно. Двісно, глянь, акуратно! А-а-а! Побошина, я тебе говорю, такой плойко-рукий ты человек. Давайте бегом, нам надо много резать, много, быстро. Женя, давай вот тут. Да, давай. По парышам сейчас проедемся. Давай! Ну, хоть накормим вкусно. Ой, матерь, может. Такого рвотного я не ощущал, наверное, с класса девятого выпускного. Смачного! Смачного! Битва от Титанию. Глинская! Боже, Глинская! Упершая за все сезоны вы будете працевать под шефством краши-скраши. Это, конечно, интересно, но мы по-своему привыкли работать. Побошина, что ты? Я же не забыла. Иди отсюда, я тебе отказала. Дима, забери ее. Ты несешься, сбиваешь меня с ног. Да, мы ели по балансу. Пойдем, мама, Оля, Оля! Соберись с мозгами, где ты, что ты и кто я. Я говорю, в миску шоколад и залить сливками горячими. Ты так много командуешь. Пришло мое время, пришел мой и... Все, с ней час. Красиво, красиво в очках, да? Давай лапку. А у нас кормят лучше. У вас кормят филе красножопое мадагаскарское письян. Говорю, да иди в папиню, говорю. Она меня скинуть хочет. Меня слышно, меня слышно. Что я не слышно? Не пропустите. Диана, говори хоть какие-то слова. Субтитры создавал DimaTorzok